Всех приветствую, мои родные, любимые, сердцем, дорогие веганы, христолюбчики и все, кто попал на это видео. Всем желаю всего самого доброго. Сегодня у нас такой ролик интересный, я назвал его «9 заповедей Бога» или «Моисея». Ну, я же точно не знаю, как назову, но в значке будет «9 заповедей» написано. Ну, и картинка «Моисея» со скрижалями. Вот я просто хочу поделиться, конечно, этими своими очередными мыслями, показать вам ту истину. Вот мы привыкли все, настолько мы зазомбированы. «Десять заповедей, кто Божий, кто Моисей называет». Но сегодня мы, кстати, не об этом. Я сегодня как раз другую мысль хочу показать. Что мы даже, когда мы пытаемся то, что нам вбили в голову, вдуматься, понять, а так ли все это, мы порой даже не видим. Уже настолько в нас какие-то клише сидят, что мы, читая или видя другие вещи, мы не осознаем, что мы видим другое, а видим то, что у нас в голове. Мы видим свои мысли. Вот всем, казалось бы, это, кстати, не хайповое название, там «Девять заповедей», да, я не хайпануть решил, а реально так и есть. Сейчас я вам постараюсь это показать, конечно, да имеющие глаза увидят, имеющие уши да услышат. Вот почему их десять-то, кто пытался вчитаться? Я вам на этом примере опять покажу, как вся Библия написана, как ее потом перетолковывают. И все учения, зачастую современных сект, неважно, кого не возьми, они вот на этом и построены, на этом непонимании элементарных просто вещей. Это исход 20 глава. Мы вырвем, так скажем, все эти десятисловия, как его называют, да, из немножко контекста, в том плане я сам могу сказать, что если вы хотите разобраться с этим местом, вообще с десятисловием, с заповедями Моисея, вот с этим заветом, ветхим заветом при горе, где Моисей с народом заключил, как бы с Богом завет, да, то вам надо как минимум прочитать с девятнадцатую по тридцать вторую. Но я себе сегодня позволю прочитать только вот эту двадцатую главу, где непосредственно начинается Божье, якобы, изречение, да, Моисею. Первая заповедь, казалось бы, какая, кто знает. «Я, Господь, и изрек Бог к Моисею все слова эти говоря». Ну, это пишет автор, да. Кто этот автор, никому неизвестно. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Так, мы читаем с вами, я обращу внимание, конечно же, синодальный перевод, я сам к нему тоже чисто привык, просто потому что когда-то с него начал. Вот здесь это же люди все, кто знает на древние языки, в частности, еврейские. Там не то, что точек с запятыми, там даже гласных не было, никаких ударений и так далее. И много чего. Некоторые знаки обозначали сразу несколько букв, и ты лишь по смыслу понимаешь, какое это слово. Вот здесь стоит точка. Это заповедь или нет? Ну, мы будем исходить из классической вариации. Нет, да. То есть первая заповедь считается с первого по третьего стиха, ну, со второго по третьего, если быть точным. «Я изрек Бог к Моисею все слова эти говорят». Первый стих, второй стих и третий стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И считается, что это первая заповедь. Я много раз говорил, что, конечно, первым таким, к сожалению, печальным поводом, что ли, я не знаю, как правильно выразиться даже, к тому, что извращают истину, это является вырыванием стихов из так называемых даже священных писаний. Я употреблю несвойственное мне словосочетание, говоря о тех же самых библейских книгах. Это писание. На ней не написано священное писание даже, на ней не написано Слово Божье, на ней написано Библия. На том сборнике книг Ветхого Нового Завета, да. Это что, первая заповедь? Вот кто отделил четвертый стих, пятый, шестой, седьмой, все, что мы дальше будем читать, до седьмого стиха, от вот этих стихов. Давайте прочитаем, что же мы читаем дальше. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячу родов, любящим меня и соблюдающим мои заповеди. Это и есть сегодняшний смысл ролика. Я на картинке к значку этому ролику, я попытался там вот эту вот десятую циферку затереть, но она внизу, значка не видно, я потом единичку затер, но по сути так и есть. По сути я показываю, что нету первой заповедка, хотите, или нет второй. По сути первая и вторая заповедь, которую нам подали как разные, это же есть одна заповедь. К чему все вот это было деление? Люди что, не понимают смысла? Я специально прочитал сейчас целиком, и давайте еще раз внимательно теперь читать уже вместе. Разве это две разные какие-то заповеди? Обратите на аналогию, как даже написано второй стих и пятый стих. Я Господь Бог твой. Пятый стих, который оторвали от второго, то есть смысл начинается вот со второго по шестого, это действительно отдельная заповедь. Так скажем, ее можно действительно отделить, как отдельное дело. Заповедь, проявляемая в делах. В каких? Я Господь Бог твой. Пятый стих, который отделили во вторую. Ибо Я Господь Бог твой. Ибо, частица, пусть даже в русском, тем более. И не важно, кстати, что мы с вами читаем. Мы же читаем вот это вот, и кто-то претендует на отделение пятого стиха от второго. Ибо вы в конце поймете, к чему я сегодня все это говорю. Кажется, что не существенное. Вы поймете, в чем существенность, что я сегодня хочу показать. Их формально, вы скажете, можно. Кто-то нарезал это все на главы и стихи. Формально это можно сделать. Какие выводы мы из этого делаем? Я выводы, естественно, как вы знаете, всегда в конце подведу. Какая польза, какой вред от этого всего. Еще раз читаем внимательно смысл того, что мы читаем. Я раз прочитал, мы сейчас раз пять нам прочтем. Я, Господь, Бог твой. То есть утверждение. Который, какой, вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Речь обрывается? Нет. Не забываем, что это все переводы. До нас дошедшие, перепис, притолкованные. Не сотвори себе кумира. Что такое кумир? Здесь дается определение. Да. Ну, такого прямого это, кумир это. Но из того, что дальше говорится, то есть в это слово, неважно, что сейчас оно значит, почему-то кумиром подразумевают, знаете, религиозники. Это что ты, тебе нравится, как... Да, есть люди-фанатики, я согласен, поклонники, можно сказать, идолы-поклонники, каких-то людей, готовых обожествлять там у какого-нибудь окна или двери там Майкла Джексона ночевать и жить, и лить там слезы, и целовать ему туфли. Это, конечно, безумие человечества, да. И этот человек сотворил себе кумира. Но в каком смысле вот здесь имеется в виду? О чем вообще говорит хотите Бог, хотите Моисея, как хотите? Неважно, о чем здесь написано в Исходе. Разве четвертый стих отрывается от второго и от третьего? Разве речь идет не об этом? Что я, Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов. Бог – это что-то самое высшее. Кумир у человека – это что-то тоже самое высокое. Здесь об этом речь. Если бы это я вкладывал в это... Давайте читать, что дальше. Не сотвори себе кумира, то есть лидера. То есть кого-то, вот за кем ты идешь. Ведомого какого-то, которому ты слепо следуешь. И никакого изображения того, что на небе вверху я, Господь, Бог твой. Не забываем о том, что сам... Тут опять в этой же фразе сказано, что Бог говорит, это я вывел тебя из Египства, из дома рабства. И мы все прекрасно знаем. Я надеюсь, вы знаете, хотя бы как-то слышали знакомо, что такое древнеегипетская религия. Это культы обожествления животных, животных-полулюдей. Там неизвестно кого, вы знаете, там все люди с головами животных. Посмотрите, достаточно посмотреть на сохранившиеся, изрисованные там все пирамиды, вообще древнеегипетскую культуру. Разве эти стихи отрываются? Разве в Египте не были египтяне теми же самыми, знаете, как это в современном мире действительно говорят, прямыми язычниками, да, обожествляющими природу, неведомые какие-то силы, тех же самых бесов, да? Разве это вообще вот все раздельный текст? Нет. Нет. Речь идет, я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, где процветало вот это вот все. Поклавничество, неизвестно кому, неизвестно какому, Богу, не сотворившему в небу землю и все, что в них. Они кланились всем, крокодилам, мышке, пещерке, там, чип-чип, всему на свете, да. Не делай себе никого, кроме меня, я, Господь, Бог твой, и никакого изображения не делай. Какого изображения? Того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Здесь подразумевается не только животные природы, хотя, возможно, кстати, даже я могу ошибаться в этом плане. Вы знаете, мы читаем чужие тексты, как я всегда не устану повторять, написанные, переписанные, переведенные, перетолкованные, неизвестные кем. Что вкладывал Моисей, что якобы ему вкладывал Бог, мы никто знать не знаем. Есть великая мудрость всего человечества, много кто ее изрекал. Я только в ответе за то, что я говорю, но не за то, как вы меня понимаете. Говорил ли Моисей о животных? Проглочно здесь это слово потеряно. Либо это о природе идет речь, которая в небе, солнце, луна, там они видели звезды, которые на земле, трава, вода, ветер, деревья, которые в воде, это не только морские обитатели, живые души, но и природа. Мы остаемся лишь догадываться. Но смысл понятен. А что дальше он говорит? Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой. Здесь поклонение и служение тому кумиру. Вот это слово. Вот вы заметите, насколько религиозники, недалекие люди, то есть они вот увидели чуть разное слово. Разве они не видят в этом контексте, что здесь одна слитая речь? И кумир, это Бог так назван. Просто хотите, здесь можно было Бог с маленькой написать. И не сотвори себе богов, маленьких богов, башков. У меня есть ролик на, кстати, этом же канале. Бог, божата, Бог, Богиня и божата, что-то такое. Кто помнит, его помнит, кто нет, можете найти. Бог божата, введите в поиске на канале, и вы увидите этот ролик. Но там я немножко о другом смысле говорил. Но тоже, здесь то же самое. Здесь слово кумир, если его как-то правильно перевели, переписали, перетолковали, до нас дошло, но здесь очевидно, что здесь просто Бог с маленькой буквы. Здесь речь об этом. Не сотвори себе Бога. Он просто есть Творец неба и земли. Он абсолютное благо, и любовь. Он все это, он всячески во всем, но ему не надо поклоняться, да, не надо кошечке, собальшке в ноги кланяться. Это глупость. Ты человек, ты прежде всего образ и подобие личностного Бога. Не поклоняйся им и не служи, как Богу, ибо я, Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других Богов. Кумир. Ну, тут, в принципе, вот в третьем стихе так и написано. Да не будь. Речь продолжается. Не делай себе Бога. Не делай его. Из деревяшечки, не вытасывай, как язычники, маленькая статуэтка, или там столбы, какие-то делали. Не делай себе. Да не будет у тебя каких-то таких, даже иллюзорных, других. Здесь речь вообще об этом. Здесь вообще первые два стиха говорится о том, Бог их пытается к себе привязать, что это я тот Бог, который вывел вас из рабства. Я Бог благой. Хотел вам блага. Это раз. Вы мне не применяете на кого. На кого? Не делай себе кумира. Я просто есть им. Я есть. Не надо Бога делать. Он есть. Верим мы в него, не верим. А то, что кто-то верит, кто-то не верит, он не появляется, не пропадает от этого в бытие. Бог просто есть им. Не делай себе Бога кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им. То есть это не просто кумир. Кумир многим не поклоняется. Тут я говорю, все зависит от степени. Не за всех под одну гребенку подвести. Все люди разные. Вы знаете, мне тоже кто-то может нравиться. Я восхищаюсь человеком, который что-то умеет в какой-то области достигает, тем более совершенства, так назовем. Или нереальных высот в этом мире, в своей области, среди подобных ему людей. Но я не кланяюсь ему в ножки, не целую ему туфли. Я просто восхищаюсь человеком, беру с него, возможно, пример, пытаюсь ему подражать и уподавливаться. Но я не служу ему. служу ему, как любому человеку, жизнь и любовью, и добром. Ибо я, Господь Бог твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающий мои заповеди. Неужели не видно, что все это вот одна заповедь? Не произноси имени Господа твоего напрасно. Игорь Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Вы знаете, это все-таки можно отделить. Можно. Тут идет, да, первые, как говорят, четыре заповеди к Богу, другие шесть к человеку относятся, да, по моему варианту, третье, так уже четвертое. Помни день субботний, чтобы светить его шесть дней работы и делай в них всякие дела твои. А день субботний, суббота, Господь Бог твому не делай в тот день никакого дела. То есть, как поклоняться Богу, да. То есть, ну, четкое отделение, да. Сначала я, Господь, Бог. Я не знаю, удалось ли мне вам показать, просто знаете, вот вы, я знаете, на каком, я всегда все испытываю сам. Вот проходит время, ты сам открываешь исход, начинаешь читать, слушаешь, думаешь, а где же деление-то? Ты, если наизусть их не выучил или уже забыл, ты думаешь, я вот не мог даже сам найти этого деления в очередной раз, соприкоснувшись с этим. Я читаю, я понимаю, что это один смысл. Вот я читаю со второго по шестой стих, я понимаю, что смысл идет об одном. Я и другой. Я и другой. Да, если ты уже... О чем говорит вторая заповедь? Не произноси имя Господа Бога твой напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Всуи, попусту. А мы знаем, что даже тот же Моисей, и вообще по жизни раскрывается эта мысль еще более глубоко, что не клянитесь. Помните, потом Моисей, потом пророки будут говорить, что вы палец вверх задираетесь, еще клянетесь именем Бога и творите беззаконие. Бог не судья там не делал, я этого сам делал, да? Вот. Ну и как мы действительно Бога приплетаем? Здесь всуи, понапрасну, здесь все, это так коротко сказано, да? Как там даже дальше будет, там не почитай отца или мать, а что это такое? Какие дела, почитание или не почитание, да? Здесь то же самое. Тут имеется в виду всуи, понапрасну, ну, даже в отношении зла, не просто нейтрально, да? Чертыхаешься, как это говорят, и наоборот, там, да, божиться через каждый этот. Когда человек божится через каждое слово, какое к нему отношение, да? Поэтому вторая заповедь, она относится, они же ступеньками, грубо говоря, да? То есть ты вторую уже принимаешь, если ты принял первую, да, все, я отделил истинного Бога, Творца неба и земли, евреи, в частности, должны были отделить Бога, который их вывел из Египта, который с ними якобы через Мессия говорил, и вот всех остальных этих идолов, богов, кумиров, как угодно назовите. Здесь очевидно, я думаю, что слово кумир, хоть его интерпретар... И как его перевели, уж не важно, для понятного, может, на нашем языке существовали слова вообще в таком понимании кумир во времена Мессии, мы знать не знаем. Может, было какое-то немножко другое слово, которое уже до нас такое интерпретация дошло, которое и было, где здесь написано «Да не будет у вас других богов». Я говорю, мало ли как автор. У нас очень много в мире в разных тематиках синонимичных, похожих слов практически об одном и том же говорящих. И когда ты уже принял, да, у меня все, у меня другого Бога нет, вот у меня истинный Бог, вот христианин принимает Иисуса Христа в своей жизни как учителя своего, подвигоположника, путеводителя, как он себя и называл, да, ты просто так-то не впихивай Иисуса во все свои грешные дела, да, в пустые дела, прикрываясь там Богом или еще, ну, Иисусом Христом, да. Здесь речь об этом, что ты уже принял. Я надеюсь, мне удалось вам это показать. Я не хотел, как я люблю, огроменные ролики, но тут я и так уже затягиваю, мне на самом деле нечего сказать. Я надеюсь, что вы просто это видите точно так же, как вижу я. Какой вывод из этого? Я просто хотел показать в очередной раз, как читают писание. Как читают, как нам его подали. Когда ты сам почитаешь, ты понимаешь, что вот есть неразрывный кусок. Вот из него я должен сделать вывод. Это вот она, с первого, со второго, по шестой стих. Вот заповедь. Если я ее принял, пошел дальше. тогда если я этого Бога принял, я не произношу его имя в суе. Так, я его не принял, не произношу имя в суе, и я ему так-то вот должен поклоняться. Там, в субботу. Сейчас, я сегодня не беру все вот это, да, все это зло, что сюда Моисей впихнул, все это напридумал, как, что, поклоняться, и какого уровня был весь этот народ, да, что он вот таким вот образом должен был принять Бога, Творца неба и земли, и так служить. Это уже говорит просто об их полубесноватом, а то и совсем бесноватом состоянии по жизни еврейского народа мы все это видим. Я хочу вам вот такие вещи сегодня показать, опять показать, что такое Библия, как ее надо читать, как из нее надо делать выводы. Нет никаких девяти заповедей Моисея или Божьих, десяти, их девять. Первое, Бог один творит с неба и земли, сотворивший все, начальник жизни, мать и отец, мужеская и женская, всячески во всем, добро и зло, если хотите, потому что Бог свободит, просто Бог по своей свободе, но никогда не творит зла. Мы все, его образ и подобие, мы все свободны, и в Царство Небесное, на земле и на небе, должны сделать своими руками, свободны, избирая блага. Первая заповедь, так скажем, Моисея, вся первая, вторая в интерпретации религиозников, культовиков, и в моей интерпретации, это одна заповедь, одна, Бог один, Творец неба и земли. Это надо понять, все. Он всячески во всем, да, только не надо этому, раболепно поклоняться, лебезить, присмыкаться. Человек тоже образ и подобие Бога, и не надо ему кланяться, надо любить всех людей и дружить с ними. Это дружба, это есть настоящая любовь, это равенство. Я надеюсь, я вам показал. На этом примере, таких примеров полны по нож, понятно, когда я читаю, вы знаете, на канале-то у меня все есть, но что-то я мог не сказать, и мне иногда тоже есть побуждение сердца какие-то вот такие ролики писать, хотя, в принципе, я вас в конце этого видео приглашаю всех на свой канал Христалю Библии и Иные Писания. Ссылки все в описании всегда, на главной странице этого канала справа рекомендованный канал, ну, или в личке всегда просите, или в комментариях я дам прямую ссылку. На этом канале Христалю Библии и Иные Писания вы найдете всю Библию, записанную мною целиком, прочтение дословного всех текстов и моих комментариев при этом вот этом последовательном, единственном правильном чтении любой книги любым нормальным человеком. У меня на этом все. Всех по-братски люблю, целую, обнимаю. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Будьте счастливы, а счастье невозможно у человека без святости, которое в любви, радости, мире, кротости, смирений, всем подобным свойствам Божества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok